всем здравствуйте всем хорошего вечера хорошей пятницы впереди выходные но мы не расслабляемся и у нас сегодня с вами очень интересный эфир я думаю что многие из вас видели stories с анонсом эфира видели какой у нас замечательный референс так вот сегодня мы треференс с вами попробуем повторить сейчас у нас осень в принципе можно сказать уже зима и самое время как раз утепляться утеплять наши ноготки в этот период как раз вязаный маникюр это самый наверное востребованный вариант дизайна именно зимнего дизайна поэтому мы сегодня поговорим как раз о вязаном маникюре и вот с такой интересной идеей всем здравствуйте кто меня еще не знает меня зовут челевеева анастасия и мы с вами начинаем так переворачиваю камеру все настраиваем и начинаем не будем терять время как сейчас секунду что-то одну секунду попробуем настроить телефон штатив у нас другой и он здравствуйте всем здравствуйте и он как-то не хочет с нами дружить штатив так попробуем надеюсь надеюсь мы подружность так референс я приготовила сразу референс потому что объяснить на словах это сложно нужно именно показать его с чего мы будем рисовать так смотрите вот такой вот вот такой вот классный у нас был референс в живую конечно он ярче намного сейчас еще фильтр выключу чтобы были цвета цветопередача была очень красиво привет из германии спасибо девочки я тоже рада всех вас но можно сказать слышать девочки мальчики кто у нас будет сегодня в эфире давно не было у нас эфира у меня на этом аккаунте на аккаунте екатерины поэтому поэтому сегодня я прям вдвойне рада всех слышать и видеть так смотрите вот такой вот у нас замечательный референс сразу вспоминаем о наших nail crust ах они очень классный они безумно безумно идеально подходят под вот такой вот стиль под вот такие ноготочки очень понравилась цветовая гамма черный желтый но блин это нереально красиво и сразу покажу с какими мы будем с вами декорациями работать у нас есть декорации которые очень-очень упростят в этом нам с вами работу смотрите это nail crust и что такое nail crust и это слайдеры слайдеры для прорисовки у нас есть вот такой вот идеально подходящий nail crust номер 54 это вязаные узоры nail crust у нас есть вот такой вот стеганый маникюр тоже очень классный можно поработать в такой же стилистике и этим вариантом nail crust а есть у нас еще вот такой вот 56 nail crust рептилии до рептилии но вы представляете как круто тоже будут смотреться рептилии если сделать что-то такой же техники да и в принципе рептилия в прорисовке без прорисовки она просто вообще космически смотрится особенно вариант который золото-серебро смотрите вот у нас вот этот как раз вязаные узоры nail crust вот он как выглядит здесь мы уже уже начин это nail crust стеганный маникюр и рептилия на рептилия у меня он уже такой смотрите весь использованы практически видите да какой у нас один из самых ходовых получается nail crust of в работе то есть вот он серебряный видите вариант вот он золотой вариант и вот такой вариант для прорисовки тон 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 fashion фактуры называют такой вариант дизайна очень классно смотрится смотрите вот я вам подготовила подготовила вариант с нашего референса мы его сегодня будем повторять можно сделать такой вариант можно усложнить можно наоборот упростить здесь неважно что мы будем делать мы конечно попробуем что-нибудь придумать еще круче потому что каждый раз когда вы будете что-то делать вы можете чем-то другим новым дополнять и у вас будет еще круче вариант дизайна и я вам покажу как можно еще по-другому немножечко прорисовку сделать но она по факту тоже будет им пасты но тем не менее можно еще сделать варианты можно засыпать бархатным песком и сегодня кстати поговорим с вами и о бархатном песке это идеальный вариант для вязаного маникюра бархатный песок он прозрачный он приобретает цвет того того оттенка так аккуратненько его надо открыть аккуратно потому что он сыпучий смотрите он приобретает цвет того оттенка который вы вниз нанесете для прорисовки то есть он подстраивается под цвет вашего вашего дизайна идеальный вариант и хотела бы сразу показать варианты которые тоже в ближайшее время делала смотрите связанным маникюром ну то есть понятно да что можно интерпретировать в принципе в принципе как угодно эти эти nail crust и они подходят под любой оттенок ну то есть вариант можно найти абсолютно на любой образ абсолютно на любой в любой цветовой гамме можно его сделать смотрится очень очень круто то есть если раньше мы с вами все просто заполняли цветом то сейчас видите можно это все обыгрывать как-нибудь интересно и можно получить невероятной просто красоты дизайн и поехали так я сейчас буду делать конечно конечно идею с референса мне она очень понравилась она прям прям идеально отобразила мою цветовую вкус моей цветовой гаммы этой осени то есть я этой осенью безумно подсела на яркие оттенки я в принципе летом делаю яркий маникюр али осенью я подсела еще и на яркость в одежде желтый цвет один из моих действительно любимых оттенков и поэтому мне конечно этот вариант дизайна очень очень по душе так классно классно согласна полностью с вами очень классно смотрится поехали здесь я пошла на такое небольшое ухищрение для того чтобы сделать этот вариант интересным но при этом достаточно просто потому что сочетание черный желтый если вы попробуете просто желтый нанести сверху черного на самом деле у вас ничего не получится я думаю что те кто рисующие мастера понимают о чем я говорю потому что на черном цвете любой оттенок который вы наносите цветной оттенок он теряется он становится полупрозрачным либо его просто совсем не видно поэтому я здесь немножечко пошла на хитрость и сейчас я вам ее покажу смотрите покрываем ноготь полностью черным цветом это 0 30 это 0 30 оттенок из нашей классической коллекции идеальный черный действительно идеальный черный я его очень люблю я очень долго до того как у нас появилась наша марка очень долго искала идеальный черный и белый цвет и очень сильно намучилась у меня очень много флаконов стояло со всевозможными марками и я понимала что ни один вариант черного и белого меня не устраивает это конечно невероятно огорчало очень сильно потому что ну деньги на ветер грубо говоря и когда появились наши черный белый это любовь тут ничего не скажешь это любовь любовная нет ни гель-краска и не им паста сейчас покажу на самом деле очень простой способ я думаю что любой из вас в принципе тоже наверное если подумать догадается просто возможно так как у меня было время на обдумывание этого варианта у меня соответственно выигрышная позиция так черно хорошо просушиваем черный очень плотный черно-белые цвета всегда старайтесь просушить немного дольше потому что они очень пигментированные они достаточно плотные и чтобы потом цвет не скукожился я думаю что каждый из вас сталкивался с такой ситуации когда скукоживается цвет это значит что он недосох поэтому черный-белый старайтесь просушить всегда подольше дальше дальше я возьму я возьму оттенок бутылечек протру не люблю грязные бутыльки но когда они рабочие к сожалению ничего с этим не сделаешь я возьму белый лотос 001 нет ни айра пуфинг не матовая фольга все гораздо проще девочки я возьму белый лотос так как желтый по-любому будет на черном полупрозрачным либо его вообще видно не будет мы возьмем с вами белый лотос кисть я прям кисть из флакона беру если боитесь что у вас белый будет пачкаться или вы видите что он пачкается можно обезжирить поверхность при этом вы снимите с дисперсией вот пигмент который содержится в дисперсии и в принципе все будет хорошо я попробовала в принципе у меня получается хорошо и таким образом нет нефтирка и смотрите что мы делаем полу такой сухой кистью я создаю вот эту вот рваную фактуру где-то я ее же довожу до конца где-то я ее не довожу оставляю пятна смотрите и сушу принципе сверху вы можете нанести просто желтый цвет но мне захотелось поиграться витражом у нас витраж 255 манго мохито он идеально подходит идеально подходит как раз под этот референс и под этот вариант дизайна и получается что у нас на черном цвете кто смотрел хоть раз эфир или мастер-класс или курс проходил по градиентам не знаю наверно знает в любом случае о свойстве витражей на светлом цвете чтобы мы не нанесли вниз у нас витраж выделяется а на черном он теряется и у нас получается смотрите какой классный эффект то есть на черном витраж не видно если вы попытаетесь прокрасить сейчас это гель-лаком то вам нужно будет вывести в принципе да потому что на черном он может читаться а здесь получается у нас что витраж на черном не читается а на белом читается идеально и мне не нужно выводить мне не нужно напрягаться вот такой вариант идеально у меня получился классно же классно до желтый только не цвет а именно витражный гель-лак он у нас идеально подходит как раз по цвету под данную композицию и получилось что вот сочетание вот прям прям создана друг друг для друга да казалось бы витражный гель-лак витражи многие говорят что витражи не используется каким-то в каком-то дизайне обычном да только для росписи вот видите наглядный пример опять-таки вы можете вниз сделать белую фольгу отпечатать также перекрыть любым витражом у вас будет еще интересней фактура фольга матовая белого фольга матовая белая представляете фактуру фольги да где она как ложится как кракелюр я думаю что многие помнят технику кракелюра все время узнаем что-то новое для себя так это же интересно видите мы стараемся поэтому все время что-то какие-то новые интересные темы вам давать на самом деле новое все забытое старое но она иногда настолько забывается что когда об этом начинаешь говорить оказывается что действительно блин вау круто новая техника по факту это все просто переработанные старые техники и вы можете взять здесь любой оттенок витража из-за создать такой же такой же эффект в любом цвете вы можете взять фольгу матовую то же самое отпечатать перекрыть любым витражем и у вас получится тоже очень классный вариант дизайна если нет витража вы можете попробовать цвет желтый только чистый желтый прям яркий желтый разбавить топом teclas попробуйте на белом цвете тоже полупрозрачный желтый может очень хорошо читаться поэтому попробуйте не обязательно желтый вы можете взять какой-то другой цвет только смотрите чтобы цвет был максимально не выбелен чистый цвет чтобы при смешивании с топом teclas я думаю что все знают что такое топ teclas по крайней мере большинство да это топ без остаточной липкости мы его используем как раз для дизайна для техники акварельной росписи и вот таким образом вы можете попробовать сами создать витраж так поехали дальше дальше я беру беру nail crust ну я взяла уже использованный чтобы не тратить цельный можно приклеить его целиком то есть у вас будет видно смотрите nail crust если вы возьмете черный его будет видно только там где желтый цвет там где черный он сольется и читаться не будет то есть у вас получится дизайн рисунок как раз будет только проходить там где есть есть желтый цвет и вот будет как раз такой принцип видите что у нас здесь вязка идет только там где есть желтый цвет будет такой же эффект если нет варианта вы можете в принципе взять вот такой беж он тоже будет он тоже будет читаться у вас только там где есть желтый на черном он читаться у вас не будет поэтому поэтому я возьму черный там я использовала вот этот вариант давайте возьмем вот этот чтобы разнообразить наш дизайн и посмотрите как раз как это все можно интерпретировать то есть не обязательно брать один в один с референсом мы с вами повторим технику но при этом у нас он будет немножечко немножко отличаться он будет это тоже очень классно так размачиваю его в воде конечно все слайдеры лучше размачивать в теплой воде если нет под рукой теплой то берете просто обычную холодную водичку а я думала куда его вот вот наглядный вариант как раз время вязаных маникюров размачиваем его наш ноготок пока покрываем топом слайдер можно конечно и на дисперсию приклеить нашего витража но если дисперсия пересушена будет клеится достаточно плохо смотрите очень очень тонко перекрывают топом слайдер это тот созданный специально для как раз таки крепления слайдер дизайнов nail crust of и так далее просушиваем от 15 до 30 секунд влажной салфеткой да я все время рекомендую в эфирах если нет другого варианта прибегать к помощи влажной салфетки но это в крайних случаях потому что не у всех может получиться плюс если у вас сам слайдер достаточно знаете такой жесткий лучше все таки теплая водичка потому что он тогда становится более податливый более прям гибкий мягкий как раз у нас смотрите растворился растворился слайдер и мы его вот сюда вот приклеиваем смотрите я сейчас поняла что я хочу его приклеить наоборот я взяла его перевернула вот мне захотелось чтобы он располагался вот таким образом я его просто перевернула и все какая разница какой стороной приклеивать и вы видите чудо техники да там где у нас есть желтый его очень хорошо видно а там где у нас желтого нет он начинает сливаться с фоном и получается уходит на задний план обязательно подсушиваем его в лампе обязательно потому что если вы не подсушите у вас он может потянуться за кистью потом нам это не нужно поэтому слегка подсушили и все будет отлично далее я могу прибегнуть к помощи либо пилки бафа удалить остатки либо можно ножничками подлезть аккуратно обрезать либо можно воспользоваться nail prep если у вас слайдер попадает под кутикулу или боковые валики вы можете аккуратно nail prep подойти туда и капнуть он очень хорошо растворяет но при этом он не останется у вас под кутикулой он быстро испарится и за ним не поплывет не топ ничего уже дальше туда не потечет тоже очень классный вариант для работы именно с клиентами ну и после этого естественно у нас ультрабонд ультрабонд ультрабонда мы с вами растворяем растворяем остатки пленки самого слайдера и у нас все будет носиться идеально не забывайте если у вас заходит на торец пройти торец ультрабонда чтобы тоже все хорошо растворить 30 секунд буквально сохнет на воздухе и дальше я закрепляю все еще одним слоем слайдер топа очень тонко толщина мне в дизайне не нужна очень тонко закрепляю такой дизайн будет носиться от коррекции до коррекции без каких-либо проблем поверьте мне это испытано не один раз не один год в работе с клиентами слайдер топ идеально держит слайдеры попробуйте попробуйте отмечайте меня обязательно в своих stories я буду с удовольствием смотреть что у вас получается потому что здесь можно нафантазировать в принципе что угодно кстати очень круто будет если вы сделаете полностью дизайн на пять ноготочков сочетание вот желтый черный и вот пару ноготочков выделить вот таких вот связанным маникюром круто будет поэтому кто фантазирует отмечайте меня обязательно я с удовольствием посмотрю отмечайте катерину тоже будет интересно посмотреть отмечайте ими official в общем всех отмечайте мы любим смотреть на ваши дизайны и дальше дальше сейчас смотрите если я хочу сделать прорисовку под финиш я делаю прорисовку сейчас и сверху перекрываю финишем но такие дизайны классно смотрятся когда они объемные и мы тогда с вами перекрываем все матовым топом на данном этапе я буду брать матовый сочетание матовой фактуры матовой основы и глянцевого дизайна глянцевой эмпасты очень классно смотрится перекрыла матовым топом и сушу 2 минуты что может быть покрыла ноготок лаком под ним пошел разводами может быть не досушили сам цвет не могу сказать не работают торговые стопом торговой марки у на во-первых во вторых это нужно смотреть возможно у вас недосушенный гель-лак разводами пошло что топ пошел разводами или цвет стал разводами напишите мне пожалуйста в директ аккаунт мой знаете забейте челюбеева анастасия напишите мне в директ попробуем там с вами пообщаться если пошел разводами топ скорее всего недосушен цвет и жирная очень дисперсия скорее всего смотрите ноготок у нас стал матовым и дальше вот прям идеально просто сюда прорисовку что мы возьмем для прорисовки мы возьмем эмпасту конечно эмпасту я возьму из классической коллекции это желтая кукуруза по моему желтая кукуруза она называется да желтая кукуруза вот она так так одну секунду одну секунду буквально так увидела что коробочки перепутаны смотрите крышка от эмпасты а сам цвет это у нас краска классическая желтая видите вот вовремя я заметила желтая кукуруза выглядит вот таким образом это эмпаста берем ее выкладываем на палитру на палитру и смотрите суть в чем видите у нас здесь на референсе фокус на референсе у нас прорисовка сама светлее чем основной цвет мы можем либо эмпасту выбелить немножечко вот я сделала таким образом на образце на образце я эмпасту немножко выбелила выбелила то есть видите добавила чуть-чуть белой эмпасты и получился оттенок светлее но мы можем сделать с вами и по-другому по-другому мы можем с вами прорисовку сделать обычной эмпастой а сверху немножко выбелить белым цветом сейчас покажу как это делается так эмпаста если боитесь что плохо будет просыхать можно в эмпасту добавить маленькую-маленькую капельку топа теклас для того чтобы эмпаста хорошо внутри просыхала даже если вы где-то нанесете не совсем тонкий слой эмпасту всегда всегда наносим просто в рисовальный слой эмпаста это краска гелевая гель паста без остаточной липкости для верхних прорисовок как раз для таких прорисовок как мы с вами сейчас будем делать итак поехали и просто берем и сейчас дублируем наш рисунок то есть можно в эмпасту в желтую добавить немного белого эмпаста будет чуть светлее на полтона классно будет читаться прям по референсу можно сделать вот таким образом чистым цветом прорисовать и сверху выбелить белой эмпастой я покажу сейчас каким образом просто прорисовываем тонкой кистью кисть у меня линеарная 5 дробь 0 это темная синтетика можно золото барокко но как бы эффект получится чуть-чуть другой на самом деле вы можете хоть черным прорисовать вы можете дизайн сделать чем угодно какой угодно просто в такой технике вы можете синий взять допустим да в такой же технике сделать синий можете красный сделать ну то есть вообще без разницы то есть я вам показала технику я вам показала как можно очень круто интерпретировать дизайн вот этот вот свитерочки вязаный маникюр под современные тенденции смотрите если вы сейчас посмотрите показы модных дизайнеров модных домов очень много где встречается вот дизайн с вязкой буквально буквально не так давно я где-то встречала референс там в оттенках хаки тоже такой вариант вот девочки кто в клубе недавно екатерина показывала вариант в клубе да тоже связкой серебряный полностью серебряный такой прям красивый космический дизайн кто видел есть среди нас кто в клубе я думаю по-любому есть девчонки кто состоит в клубе потому что там очень много познавательного я думаю может и не девчонки может и мальчишки тоже вполне естественно и вот таким вот образом мы прорисовываем наш дизайн видите я его прорисовываю не до конца а как бы вот буквально до того момента как у меня заканчивается цвет смотрите как классно получается сушим да космический вот прям классно получилось мне безумно понравилось тоже смотрела этот эфир и тоже в технике вязаного маникюра только серебряным серебряный фон и сверху серебряная прорисовка очень классно да 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 сегодня пятница не вчера позавчера эфир переносился на среду позавчера она показывала бархатным песком можно присыпать если у вас нет вдруг эмпасты что вы можете сделать как вы можете найти выход из положения какой вы берете либо краску гелевую либо гель-лак но плотный прорисовку делаете другим материалом и присыпаете сверху бархатным песком тоже будет классно смотреться сейчас попробую что-нибудь еще сделать в таком же стиле только с бархатным песком надеюсь надеюсь что мы успеем дальше берем с вами берем с вами м-пасту белую это белый рафинат это самая ходовая паста у нас самый ходовой оттенок белая и черная конечно классическая она идет всегда самая ходовая и смотрите но сейчас я в перчатке возможно это не очень получится но я думаю что вы поймете принцип я это делаю без перчатки просто пальчиком вот таким образом я растушевала м-пасту прямо на палитре и теперь теперь очень легко прохожусь но если не получится не обижайтесь очень легко прохожусь и вот таким вот образом по объемным элементом вы видите они выбеливаются то есть как бы тонирую их и они становятся светлее они становятся светлее они смотрятся объемней и вот как раз получается тот эффект который вот там на референсе класс и давайте мы бархатный песок мы присыпаем и уже ничем не перекрываем так настя да я здесь девочки очень рада всех видеть здесь я вижу уже своих постоянных постоянных зрителей очень рада всех видеть так я вас верю пусть все получится все получилось очень круто получилось смотрите то есть вариант есть вот такой вот когда мы выбеливаем сверху а можно сделать выбеливание именно самого цвета м-паста смотрите как классно какие классные варианты круто давайте попробуем что-нибудь сделать тоже в таком же духе но с другим оттенком и с бархатным песком так я думаю что у нас время еще позволяет нам да есть немножко времени я надеюсь что мы успеем поехали так покрываем ну в принципе в принципе давайте сделаем с вами наоборот кстати можно сделать наоборот вот сейчас возьму наш трендовый зеленый цвет я приносила где-то зеленый да вот они наши зеленые оттенки наш трендовый зеленый цвет обожаю его давайте сделаем немножко по-другому то есть как делать в технике с витражами вы уже знаете давайте сейчас разберем как можно сделать такой же вариант дизайна ну если нет витражей нанесли зелененький и как раз побалуемся здесь бархатным песочком в эфире девочки сейчас закончите ли данный дизайн и и все да черный с зеленым тоже очень круто будет смотреться я подсела на зеленый цвет прям очень классно зеленый цвет в принципе яркие цвета в этом сезоне вы видели что они невероятно популярны на мне сейчас ярко-синее платье ну то есть как бы все сейчас идет в ярких таких прям сочных оттенках то есть я летом больше носила черного чем сейчас как бы осень она мега прям насыщенная зеленый я думаю что все видели что зеленый это тренд этого года дизайн вязаный маникюр творим вязаный маникюр так этот дизайн я прикреплю вот сюда вот я сейчас кстати смотрите я сделаю сейчас вот таким вот образом и на секунду зафиксирую чтобы можно было чтобы можно было потом сделать обложку для эфира и сразу его выложить вот круто будет да вот такая обложка будет очень мне кажется ярко смотреться в ленте чтобы можно было сразу это все выложить так и мы поехали с вами фантазировать а теперь мы наоборот возьмем черный цвет черный цвет и сделаем то же самое только в другую сторону смотрите принцип будет практически тот же только только наоборот и тоже с этой стороны можно присыпать будет потом песочком поехали вырезаем нужный нам элемент давайте теперь я сделаю как раз как раз вот отсюда с верхней части возьму элемент тоже возьму черный он здесь хорошо будет читаться так вот прям прям вот так вырезаю посмотрю что у меня поместится то и буду потом прорисовывать замачиваю и пока наношу слайдер топ если хочется больше зеленого то взяли и вернулись обратно чуть-чуть попачкали черный смотрите видно да где-то можно подубрать если вам черный допустим лег некрасиво не нравится как он лег и берем слайдер топ с вами да клиент устали от всего бледного на самом деле обстановка у нас такая нагнетающая вокруг поэтому хочется хочется яркости хочется чего-то какого-то свежего дуновения чего-то веселого чего-то оптимистичного вот поэтому создаем клиентам яркий маникюр перекрываем тонко-тонко топом слайдер не создаем никогда толщину намеренно и сверху клеим нами подготовленный вариант вот он у нас и приклеиваем его на наш ноготок фокус знаете как заветное слово фокус можно брать вообще неоновый оттенок зеленого представляете да как это будет классно и смотреться просто огонь кстати вы можете на самом деле вот вы приклеили вроде бы да слайдер но вы можете прорисовать не весь его то есть вы можете прорисовать одну центральную часть без разницы как вы придумаете будет смотреться я уверена что очень классно спасибо вам для меня это пища девочки всегда пожалуйста я очень рада что мастер-классы наши вам полезны потому что на самом деле иногда вот бывает стопор когда ну вот хочется чего-то нового а негде взять идею поэтому я тоже люблю очень очень листать какие-то интересные странички я люблю находить что-то новое яркое все себе сохраняю на все делаю скриншот у меня нереальное количество фотографий в телефоне у меня телефон не справляется я смотрю всевозможные эфиры всевозможные мастер-классы ну то есть несмотря на то что вроде бы я уже очень давно в этой индустрии но тем не менее я тоже постоянно везде подпитываюсь так перекрыли ультрабондом сбоку шармикон надпись тоже можно сделать тоже вариант классный и смотрите можно перекрыть сейчас глянцевым топом если вы хотите сделать бархатный песок будет классно можно сделать матовым топом то есть здесь в принципе в принципе а слайдер топ подождите чуть не забыли слайдер топ слайдер топ тонко в принципе в принципе здесь вы можете любым топом перекрыть я думаю уже будет красиво обязательно слайдер топ не забываем на типсах можно забыть на клиентах нельзя забыть нельзя и сверху уже перекрываем топом смотрите вот вариант бархатный песок на матовом топе вот глянцево на матовом то есть в принципе можно можно любой вариант сделать хотите глянец хотите матовый тут ваша фантазия я сделаю матовый потому что у меня сейчас будет бликовать бликовать под камерой от лампы типс мне будет не очень удобно прорисовывать что мы можем сделать сейчас мы можем взять этот же оттенок зеленого если хочется допустим сделать дизайн тон в тон можете намешать с эмпастой чтобы выбелить немножечко можете в принципе намешать две эмпасты тоже как вариант намешиваем зеленую эмпасту и белую эмпасту можете взять если нет допустим зеленый эмпаст но есть белая можете взять этот же цвет и намешать с эмпастой сам цвет так как у нас присыпание будет сверху бархатным песком в принципе в принципе все у нас получится отлично то есть под бархатный песок вы можете наносить не только эмпасту а и гель-лак и гель-краску вот особенность бархатного песка в этом что в принципе под него мы можем работать любым материалом и начинаем прорисовку поехали старайтесь прорисовать так чтобы у вас не сливались между собой полосочки потому что когда вы будете наносить бархатный песок они у вас немножко расширится бархатный песок он все таки объемненький материал и чтобы они у вас в дальнейшем не слились очень круто будет дизайн смотреться с неоновым цветом зеленым и с неоновой эмпастой допустим очень классно будет вы знаете да что у нас есть эмпаста тоже неоновая у нас коллекция такая мини коллекция там несколько оттенков они очень крутые и вот тоже дохожу до какого-то момента останавливаюсь с гель-лаком работаем немножко быстрее чем эмпасты потому что эмпаста не течет а гель-лак имеет свойство немножечко выравниваться и подтекать поэтому стараемся с ним работать чуть шустрее и толсто не наносим слайдер да девочки они продаются все отдельно на элкрусты наши если вы имеете ввиду те которыми я работаю на сайте эми шоп точка ру я после эфира прикреплю ссылку обязательно на них я сфотографирую сделаю фото и прикреплю обязательно ссылку на эти элкрусты чтобы вы видели их они в продаже есть на нашем сайте если бы их не было я бы вам их не показывала они есть продажи они очень крутые и вот здесь можно вот так вот смотрите чисто вот намек обозначить что туда ушел дизайн и и крайнюю можно не прорисовывать часть берем бархатный песок наш волшебный в нем здесь есть вот такая вот визиточка у нас был раньше курс такой и присыпаем смотрите в присыпание бархатным песком есть одна особенность вы присыпаете не один раз вы присыпаете несколько раз несколько секунд подождали дали возможность песку впитаться и присыпаете сверху еще пару раз для чего если у вас песок впитается он станет глянцевым матовости не будет поэтому мы присыпаем до тех пор пока вы не увидите что сам дизайн сам рисунок он все уже остается все время прям бархатным матовым особенно это касается акриловой пудры можно присыпать акриловой пудрой она более мелкая но тоже подходит для этого и вот там особенно пудра частички пудры они быстро впитываются в дизайн и если вы присыпите только один раз у вас дизайн останется глянцевым будет смотреться не так интересно получится на выходе не тот результат которого вы хотели которого вы ждали и смотрите дальше вы берете щеточку это может быть щеточка для пыли это может быть в принципе любая щеточка и стряхивайте остатки прям хорошо стряхиваете и смотрите что мы с вами получили получили очень красивый очень крутой вариант дизайна свитерки сверху можно еще добавить где-то разводы черной м пастой тоже будет классно допустим взяли им пасту и тут же сделали каких-нибудь пару вот таких вот штрихов контраст черный глянец мат будет очень круто играть смотрите видите глянец мат очень классно играет много точках я думаю что клиенты будут в восторге сушим две минуты окончательно так что там что там не увидела дайте сделать screen сейчас нам сделать screen девочки слайдер топ отдельно продается да да продается у кутикулы можно спилить если вы подле подлезете можно обрезать ножничками а можно я уже показывала использовать nail prep если он есть это дегидратант он тоже классно растворяет и он не оставляет следа вообще не оставлять никаких следов он быстро испаряется но при этом классно растворяет слайдер то есть вы вот так вот нанесли его прям капнули под кутикулу лилу он растекся через несколько секунд вы прям палочка убрали вот так вот остатки и дальше уже работает ультрабондом очень хороший способ попробуйте если работаете если нет просто возьмите ножнички щипчики и аккуратно возле кутикулы все обрежьте а не получилось сделать заказ почему на сайте на нашем не получилось заказ не знаю вроде бы все работало так смотрите вот я выкладываю вот сюда варианты дизайна делайте скриншот кому нужно кто просил девочки надеюсь что вам понравился наш эфир еще раз показываю какие мы декорациями сегодня работали это 54 вязаные узоры также подходят 55 стеганный маникюр и также классно подойдет представляете да огонь какой будет дизайн 56 рептилии очень круто тоже будет смотреться в такой технике можно пудра можно песок смотря что есть у пудры более мелкая фракция у песочка она крупнее он прям вязаный вязаный получается видите смотрите разница пудра мелкая просто матовый рисунок а песком получается прям вязаный такой бархатистый рисунок очень классно мне на мне очень нравятся варианты дизайна вот песком видите он даже когда под затирается все равно смотрится прям таким кашемировым каким-то таким прям классным поэтому смотрите можно и так и так если нет песка конечно выход из положения можно найти но бархатный песок он прям прям круче мне нравится вот такие варианты дизайна мы с вами сегодня делали вот такие варианты у нас получились по нашему референсу невероятно крутому надеюсь что вам эфир понравился потрясающего лучше спасибо большое девочки мне очень приятно еще раз говорю отмечайте меня в ваших stories если будете повторять дизайн я с удовольствием посмотрю на них желтый интереснее на вкус цвет поэтому рептилия бомба согласна со всеми прощаюсь хороших вам выходных увидимся обязательно на следующей неделе всем пока